Всем привет! И это у нас поселок город Тибердав, Карачаево-Черкесии, озеро Каракёль. Озеро Каракёль переводится как «черная вода». Ну и сейчас вот здесь хочется его заценить, сделать такой определенный обзор. Сразу можно обратить к Иване, что вот мы видим таких вот спокойно пасущихся лошадок, которые спокойно кушают травку на берегу озера Каракёль. Вот озеро такое, соответственно. Вот общий его обзор. Примерно в ширину 100 метров, в длину 250 метров. Да, всем привет! Я путешественник и видеоблогер Дмитрий Воронцов из Санкт-Петербурга. И сейчас я нахожусь в Карачаево-Черкесии. Вот действительно здесь такие вот лошадки, которые даже особо не обращают большого внимания на то, что я снимаю, на то, что я здесь нахожусь. Они заняты своим таким вот образом жизни, то есть поеданием местной травки. Вот жеребенок, то есть вот они меня меньше заметили, то есть насколько понимаю. Вот, ну вот подошел тут пообщаться. Да, вот, кстати, заметил. Так что вот в самом таком вот формате очень-очень интересуется. Надеюсь, он не скушает камеру. Вот, но глаза у него достаточно выразительные. Вот это вот товарища из Карачаева-Черкесии. Подошел очень близко, удовольствие оценить его. Ну, что можно сказать. Есть тайна озера Каракель, легенда озера Каракель. Заключается она в том, что двигался пастух, также, кстати, на каком-либо коне. И есть легенда, что в этом озере быту существуют русалки. Русалка, которая называется Суанасы. Такое вот я название вычитал. Ну, и вот здесь, кстати, третий жеребец такой. То есть вот он проходит, сразу его посмотрим. Заценим. То есть вот они прошествовали по своему маршруту. Вот, ну, собственно говоря, не буду им особо мешать. Подойду поближе к озеру. Озеро достаточно такое, как вид. Сразу можно обратить внимание. Вот я вижу, оно достаточно прозрачное. Красиво в нем отражаются горы. Как я прочитал, один называется это гора, которая напротив Карабаши. Ну, а легенда заключается в том, что давным-давно двигался пастух на всадник, можно сказать. И местные старейшины, старики ему сказали, что в этом озере лучше не купаться. В этом озере живут русалки, которые всячески его утянут с собой. Пастух, его звали Кара, вот, скорее всего, поэтому называется озеро. Заключается в том, что он усмехнулся над то, что его предупредили старики, старейшины. И он на своем коне прямо пошел по озеру. То есть пренебрегая, говоря, что это все слухи, это все придумано. Тем не менее, по легенде считается, что действительно на середине озера образовался определенный водоворот, и его утянуло этого пастуха в омут. Захохотала русалка, как я прочитал его, зовут Суанасы, необычное имя, захохотала и утащила с собой. Старики и старейшины, конечно, всячески по этому поводу переживали, то, что вот так вот случилось. Но вот такая вот легенда о том, что пастух в давние времена по имени Кара в этом озере был похищен русалкой. Я на этом, в районе этого озера, вот с той стороны, там же вот это у нас такой вот лесок определенный. Провел сейчас 4 ночи в палатке, и могу сказать, что русалок я не встретил. Шума здесь никакого не было, поэтому, видимо, все это легенды из прошлого. Хотя, Суанасы интересны именно буквы С. На буквы С. Кстати, да, в Тиберду, на улицу Подгорная, большой привет. На этом сейчас я и нахожусь в Тиберде. В Тиберде в середине октября 2015 года. Считается, что это озеро с давней историей, то есть оно маренного происхождения. Здесь был ледник, прошел он 8-10 тысяч лет назад. Озеро достаточно теплое, считается. Действительно, я вчера здесь мыл руки, ночью, и вода не была холодной. Питается оно небольшим источником речным источником с горы и также подземными ручьями, ручьями, ключами, которые бьют из-под земли. и считается, что здесь, с этой стороны, также есть несколько интересных построек, то есть, вот насколько я вижу, с правой стороны, там постройка такая интересная. Ну и там, там есть кафе, и вообще говорят, что здесь жил Кавстахи Тагуров и Крым Шамхалов, то есть известные на Кавказе люди, просветители, у которых было много интересных встреч именно на дому. вот, аж вот такое вот озеро Каракель, здесь я еще как-то встречал, также есть катамараны, вот там вот тот вот варечек или будка, это там на ней написано, каток, видимо, там продаются коньки или еще что-нибудь для того, чтобы двигаться по озеру. вот такое вот здесь вот каменное дно, то есть купаются либо с правой стороны, либо, либо слева, либо с правой стороны. И рядом здесь трасса на Домбай. Поэтому, ну, честно говоря, мне здесь нравится, вот сейчас вот можно заметить, да, вот такая вот, как красиво здесь отражается гора в озере, и вода действительно такая относительная черная. Там, вот где проезжают сейчас машины, там слышен звук, как вода спускается с гор. Так что, вот такое вот оно озеро Каракель. Кара, повторяю, это черный Кель, озеро по местному. Я нахожусь в Карачаево-Черкесии. Сейчас двигаюсь по направлению в сторону города Карачаевск, Черкесск и дальше по своему маршруту. Всем привет, путешествуем дальше. Подписываемся на канал. Каналу требуется технический помощник для обработки видео.